если вы столкнулись с глюками в работе стеклоподъемников и ваши стекла не закрываются с первого раза то этот видео выпуск для вас причин этой проблемы может быть несколько давайте разбираться и так погнали первым делом конечно же стоит провести переобучение стеклоподъемников на большинстве автомобилей обучение стеклоподъемников одинаковы а сброс настройка обычно происходит после отключения аккумулятор чтобы стеклоподъемники опускались и поднимались в автоматическом режиме необходимо поднять клавишу выключения и удерживать ее пока стекло не поднимется отпустить клавишу и тут же поднять клавишу снова и удержать ее более трех секунд то же самое проделать и для опускания стекла но теперь клавишу необходимо опускать вниз аналогичные действия провести на каждой двери в отдельности в моем случае на ford focus и переобучение стеклоподъемников не помогло я начал искать причину глюков дальше как видно из работы стеклоподъемников срабатывает функция антизажатия то есть моторчик воспринимает некое сопротивление при поднятии стекла и сразу же опускает его функция защиты от защемления срабатывает как при автоматическом поднятии стекла так и при ручном сопротивление при подъеме стекла может быть связано с перекосом направляющих стекла или как было в моем случае с окисленными шарнирами поднятия стекла помимо закисшей и высохшей смазки в шарнирах подъемного механизма окислилась и закисла направляющая каретка подъемной планки из-за этого и возникало сопротивление при подъеме стекла и она при опускалась для устранения этих окислов все шарниры и подвижные части тщательно вымыл очистителем карбюратора зачистил направляющую каретку а чтобы разработать механизм смазал все шарниры моторным маслом при помощи масленки кстати ссылку на такую классную масленку я оставлю в описании к видео затем излишки масла вытер насухо и нанес на подвижные части консистентную смазку использовал фиол-1 так как он имеет антиокислительные добавки в отличие от литола а раз уж разобрал дверь решил сразу сделать шумоизоляцию небольшую антикоррозийную обработку пушечным салом после таких нехитрых действий стеклоподъемники работают как им положено не заедают не скрипят и самое главное не глючат а какие причины глюков стеклоподъемников знаете вы дорогие друзья напишите об этом в комментариях это будет полезно для нас всех а на этом у меня все кому понравилось данное видео ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал всем удачи и добра пока